приветствую вас друзья на своей маленькой кухне я постараюсь быть негромким так как моя семья еще спит вчера вечером поступило предложение позавтракать пшеной кашей с тыквой ну так сейчас сезон тыквы то я не мог сказать нет ну вот пока не спят я приготовлю такой завтрак приступим для рецепта мне понадобится одна маленькая тыква сливочное масло вода пшено или просо называйте как хотите молоко соль и сахар количество всех ингредиентов вы найдете под моим видео для начала я очищу тыкву и проколю просо тыкву я очистил разрезаю крест-накрест и удаляю семена нарезаю тыкву на небольшие кубики тыква готова так ну почему я немного проколю чтобы она у меня раскрылась сейчас на данном этапе я мыть пшено не буду я его буду заливать кипятком и за счет этого я таким образом его промою все уже пошел аромат этого будет недостаточно теперь я буквально на минутку залью кипятком чтобы убрать с пшена горечь воду я эту солью так ну вот пшено моё я его еще раз хорошо под проточной водой промыл в общей сложности я взял 200 грамм просо сразу заливаю сюда 400 миллилитров воды и гонца присаливаю и сразу могу добавить 30 грамм сахар добавляю сразу потому что я готовлю как вы заметили в тефлоновой сковороде здесь у меня вероятность пригорания пшена будет очень минимальным потом когда я смешаю уже полностью все компоненты я перемещу в жаропрочную посуду и доведу кашу непосредственно в духовке ну а пока варим пшено как часто у меня во время приготовления того или иного блюда возникают некоторые идеи значит я решил свою порезанную тыкву я отправлю ее в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов в это время у нас я на пшено варится так что мы используем это время с пользой я хочу просто чтобы под под жаром печи тыква слегка карамелизовалась и раскрылась ну вот прошло буквально 10 минут вода у меня практически впиталось я добавляю сразу сюда молоко каши я даже не мешал потому что как я уже говорил она мне в тефлоновой сковородке и спокойно варится без всяких яких что я здесь сделал 15 минут я ее запекал при температуре 200 градусов потом я я тыкву вынул из духовки бросил 20 граммов сливочного масла перемешал и поставил еще на пять минут вот ведь какая тыква у меня получился то есть она уже она уже мягкая она уже готова пускай она пока отступает а я займусь дальше пшенкой ну вот по истечении 20 минут в общей сложности готовки кашу меня уже выглядит хорошо дам сейчас немного выпариться жидкости попробую на вкус вот сейчас именно тот момент когда можно еще добавить сахар если кому-то сладости маловато но мне слази вполне достаточно все все идет как как и должно идти так жидкость моя выпарилась не сейчас я добавляю сливочного масла еще 60 грамм перемешиваю добавляю тыкву также аккуратно перемешиваю я хочу чтобы тыква моя сохранилась и каши чтобы ее было видно перекладываю жарокошную посуду и отправляю еще в духовку на 15 минут томится запекая при температуре 210 градусов вверх-вниз 15 минут через 15 минут будем завтракать так ну друзья мои каша моя готова вот такая вот она у меня получилась а если мало ли кому-то мало сливочности то есть сливочного масла можно добавить всегда ну а я на этом с вами прощаюсь надеюсь вам понравилось это видео если понравилось делитесь с ним с друзьями подписывайтесь на мой канал те кто не подписались а я желаю вам приятного дня и приятного аппетита до новых встреч так друзья но хотелось бы еще одно сделать маленькое дополнение как вы заметили что я кашу запекала в жаропрочной посуде поэтому в ней тепло распределяется равномерно если вы будете мало ли делать в кастрюле то естественно тогда вам нужно будет убавить температуру в духовке делать сделать температуру скажем ну 160 максимум 180 градусов и запекать точно так же так как здесь нужно каши только нужно осталось немного раскрыться тыква у вас уже была в духовке доведена до готовности ну а теперь все удачи чудом чудом 4 у можно просто пока Продолжение следует...